Всем привет! Вы на канале Тихая Охота. Я сегодня выбрался на грибную разведку в ольховую рощу возле реки. Здесь не только ольха, есть осины, ивы, много других различных лиственных деревьев. Сейчас очень сухо, поэтому я буду собирать сегодня малознакомые съедобные и условно съедобные грибы. Если у вас такая же точная ситуация в лесах, то тогда вам ко мне. Поехали! Встретилась вешенка легочная. Сейчас проверим, как она сохранилась. Но это уже удача. Это немалознакомый гриб, это довольно-таки знакомый всем. Старые грибы, кстати, частенько бывают червивые. Поэтому сейчас я проверяю их. Вот они изъеденные. Тут много ходов червей. Вот это тоже самое. Кстати, тут же рядом вырос плетей. Я пока даже не решил, к какому виду плетей отнести его. Но скорее всего, это плетей умбровоподобный. Вот их тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и вот десятый. Они только начали расти. Грибы красивые. Надеюсь, и вешенку легочную еще найду. Более-менее такую подходящую для еды. Посмотрим, прогуляемся. Кстати, выросла она на ольховом пне. Как и плетей. Вот еще пенек с плетеем. Вот он. Умбровоподобный, скорее всего, все-таки. Так, и вот вешенка легочная. А вот эта вот, похоже, не червивая. Вот эта. А вот эта вся изъеденная. Эту оставить. Плетеем умбровоподобный. И умбровые они там по каким-то источникам считаются съедобными, по каким-то нет съедобными. В общем-то, этот плетей я не пробовал никогда. Для еды не брал. И сегодня я брать его не буду. На пробу пусть растет. Может быть, когда-нибудь. Почитаю о них еще. И тогда. Ну и если кто-то пробовал вообще эти плетей, то пишите в комментариях. Будет интересно узнать ваше мнение. А вот, друзья, трутовик плоский. Если вы нашли и сомневаетесь, этот ли это гриб, то можно сделать вот так. Взять палочку какую-нибудь. Еще одно название у трутовика плоского. Это гриб художника. Или гонодермоапланатум. И можно что-нибудь написать. Вот так вот. Вот так. Тихая охота. Можно, в общем-то, чем угодно рисовать. Гриб считается целебным по многим источникам. Я никому советовать ничего не буду. Никакое там лечение грибами, трутовиками. Кому надо, тот сам найдет, почитает. Если хотите, могу дать ссылки на различные ресурсы. Вот, друзья, трутовик чешуйчатый. Два молодых грибочка. Ну, таких довольно-таки, относительно. Такая. Да, такие можно взять. Такие возьму. Крометас горбатый. Вот это трометас горбатый. Так. Это маленький. Вот побольше трометас горбатый сейчас. Вот он. Вот это вот он рос. И ветку эту как бы обтек. Плодовое тело. Обтекло. Вот это, друзья, трутовик окаймленный. Вырос на сине. На упавшей. Я когда-то на одном ресурсе читал, что настойки из трутовика окаймленного, если их перепить, чрезмерно употреблять, может вызвать настойка галлюцинации. Затем на этом ресурсе эта информация была удалена, там, подтёрли всё это. Ну, в общем-то, и эта инфа осталась под вопросом. На других ресурсах я такой информации нигде не находил. Так что, скорее всего, это всё-таки была, я думаю, липа. Вообще, конечно, есть и противники фунготерапии, но не стоит забывать о том, что пенициллин и сделали на основе грибов, и антибиотики первые. В общем-то, все делались на основе грибов. Так что, тут дело такое, в трутовиках во многих содержатся антибактериальные и противовирусные вещества. Вот, друзья, ещё вешенка лёгочная. Так. Так, молоденькие прям... Так, стоп, стоп. Я не сфотографировал. Всё, сфотографировал. Теперь можно и отломить. Сейчас проверить. Тут некоторые немножко изъеденные, но вроде так вот это вот оставить. Нож. Кстати, вон ещё молоденькие. Вон, какие-то букашки их пожрали. Их, похоже, не черви едят, а вот эти вот мошки вот летают. И вот эти мошки едят. Хотя вот, вот и червь. Червяк есть. Вылез. Червяк. Может, это личинка этих мошек. Да. Так, ну вот это всё обрезал. Заберём. Вот ещё вешенка. И, друзья, есть такие вот, ну, некоторые моменты. Есть ещё съедобная вешенка рожковидная. Вот. Я пока не понимаю, как... Вот, когда явно она рожковидная, её можно отличить от лёгочной. А когда не явно, где вот эти вот границы, где рожковидная, где лёгочная, я пока не знаю. Дело в том, что и лёгочная, она имеет такие часто формы рожковидные. Затем такая языковидная может быть. И рожковидная описывается, может быть, языковидная. А не только в виде рожка. Ну, будем пока считать, что лёгочная. Это явных рожковидных я ещё не встречал вешенок. И такое вот дело получается. Я хотел мало знакомых съедобных, условно, съедобных грибов сегодня набрать, показать. Но, похоже, наберу вешенки. Вот она. Красавица. Хотя вешенка лёгочная в общем-то тоже малознакомый большинству грибников съедобный гриб. Так что, получается, от темы я не ушёл. И вот там вон кселярия многообразная. Растёт или гриб пальцы мертвеца. Так. Так, 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 так. Стоп. Стоп. Это она подзасохла. Да. Подвысохли грибочки. Ну, их тут наросло много. В прошлый раз было намного меньше. И тут же вот вешенка. Есть ещё гриб, похожий на кселярию многообразную. Пальцы мертвеца. Пальцы девки. Это такой более культурный перевод с английского названия. Пальцы шлюхи они называют. Тот гриб. Он более такой изящный. Такой более тонкий. Но их, опять же, не всегда можно различить. Пальцы. И не просто не пальцы девки, а пальцы мёртвой девки. Вот так. Этот гриб раньше использовался как мочегонное средство. И, по-моему, ещё какие-то свойства у него есть. Я не помню. Я читал когда-то про это. А как это делалось, я не знаю. Ну, возможно, может заваривали его как-то для этого. Вообще кселярия многообразная. Этот гриб относится к эскамицетам. Так же, как например, сморчки, строчки. Или гель-велы. Друзья, вот ещё вешенка. Смотрите, вот. Вот. Вон. Так. Это я сейчас опять ведро наберу, как в прошлый раз сюда приехал, помню. Я думал, она уже туда зашла, засохла, рассыпается вся сухая. Ничего подобного. Прям вот год вешенки летний. Вот. Условно съедобный гриб Вальварела шелковистая. я его когда-то ел. Гриб на вкус сладковатый. Напоминает по вкусу плетей. А он, в общем-то, родственник плетеям. Не в роду, а у них разные рода, семейство одно плетеевое. гриб является краснокнижным, занесен в Красную книгу Воронежской области. Поэтому брать я его не буду. Показать стоит. Смотрите, какой пушистый. когда он молодой, только вылазит из яйца, он очень красивый. Вот это плетей оленей белый. Вот он. Я его тоже ел. На вкус он, в общем-то, ничего особенного. Можно сказать, он безвкусный, с нейтральным запахом. гриб. Ну, он съедобен. Я его возьму для разнообразия. Положим к вешенке. Пусть лежит. Пожарю сегодня вместе с вешенкой. Так. А тут еще вот рядом с вольварелой плетей оленей вырос. но он какой-то уже пластинки порозовели, мелкий вырос. Такие я не беру плетей. Вот еще один оставим. Пусть растут себе дальше. Вот тут вот друзья лужик отдыхает. Их тут было два, но один как-то сразу слинял, когда я подошел. Второй так-так-так, не уходи, не уходи, попозируй маленько. Вот он. Видите, желтые пятнышки возле головы у него. Вот это ужик. Это характерные пятна ужа. Змея это не ядовит, а. Так, вот так вот, чтобы получше было видно. вот я поближе подошел, уходит, уходит, уползает все. Так, я, пожалуй, сейчас наверное, грибов наберу так, чтобы без горки было, чтобы можно было походить по лесу и не подбирать за собой грибы, упавшие из ведра. очень хочется прогуляться немножко дальше, чем в прошлый раз. Так, вот эту сейчас я пообрезаю, посмотрю, может, что-то заберу из них. А вот это, друзья, пилолистник бокаловидный. Смотрите, вот они пластинчатое строение гименофора. Пластинки, нисходящие на ножку. Растет он на древесине, этот пилолистник. Молодые грибы съедобны, а вот такие вот они как резиновые. Кстати, их очень даже любят черви. И даже вот такие вот большие выедают. вот такие огромные мне редко попадаются пилолистники. В прошлом году пилолистники у нас были где-то до середины июня, а потом они исчезли, потому что было очень сухо и жарко. Сейчас их вот я встретил тут довольно-таки много в этом лесу. Но опять же здесь очень близко грунтовые воды. Здесь довольно-таки прохладно по сравнению с остальными лесами и вообще с остальными местностями в округе. Даже возле реки намного более жарче. А вот еще, друзья, вешенка. Смотрите, вот у меня уже почти полное ведро. И вот она и встретилась. Это вообще все как-то неожиданно. Я думал, будет как в прошлом году. Она отплодоносила очень быстро. Ее было тогда очень мало. было очень сухо, жарко. А в этом году она довольно-таки долго плодоносит. И это хорошо. вот она. Теперь у меня будет полное ведро грибов. Ну, вот эти были поеденные. Я их оставил. И вот полное ведро. Мышка прям на ведре сидит. Полное ведро вешенки. Немножко там плюте белого я взял. значит что еще было. Тортовик чешуйчатый. Два грибочка взял молодых. Все. Такой вот итог. Отличный итог. Всем удачной тихой охоты. Пока. Тортовик